Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Светлана Волкова. Я рада вас приветствовать либо у себя на канале на YouTube, либо у меня на сайте mir.lanova.ru Сегодня мы поговорим о таком популярном формате документов, как PDF. Популярность этого формата в последнее время в рукодельных кругах выросла многократно. И у меня было задано множество вопросов по этой тематике. Хотя, конечно, я об этом формате очень много раз рассказывала на страницах своего сайта, снимала уроки. Ну а сегодня будет такой более конкретный урок по этому формату. И поскольку у меня все-таки рукодельный блок, то я буду рассказывать об этом формате с упором на рукоделье. Ну и первое, чем мы разберемся с вами, с тем, откуда появилась эта аббревиатура PDF. А появилась она с английской аббревиатуры. Portable Document Format. Именно так звучит название PDF на английском языке. Если перевести на русский, это будет портативный формат документов. И мы находимся с вами на страничке Википедии, посвященной именно этому формату. И здесь мы можем найти информацию, что этот формат был создан фирмой AdaptSystem. И он был в первую очередь предназначен для представления полиграфической продукции в электронном виде. А что для нас рукодельниц является полиграфической продукцией в электронном виде? Это же, конечно же, книги и журналы, которые на данный момент можно как скачать, так и приобрести в этом формате, в формате PDF. А вот что касается вышибки, то в последнее время стали очень популярны авторские схемы. И обычно они выкладываются, либо продаются в формате PDF. Ну и вот мне были заданы вопросы именно по тому, как работать с этими авторскими схемами. Как теми, кто, допустим, приобрел эту схему и хочет перенабрать в программе по деменуке, так и теми, кто сам создает эти авторские схемы. Ну, первое, о чем мы с вами поговорим, о тех программах, которые позволяют просмотреть документы, представленные в данном формате. Опять же, на страничке Википедии мы можем найти эту информацию, что есть официальная бесплатная программа Adap Reader. Я знаю, что многие ею пользуются. А какими же я пользуюсь программами для работы с форматом PDF? Я пользуюсь двумя программами. Я пользуюсь программой Adap Acrobat Pro. Это первая программа, она у меня стоит по умолчанию для просмотра форматов PDF. И вторая программа, которой я пользуюсь, это программа Steadview Viewer, о которой я тоже рассказывала на страницах своего сайта. Итак, в каких случаях для работы с файлами формата PDF я использую Adap Acrobat Pro, который вы сейчас видите на своем экране. А в каких случаях я использую конкретно Steadview Viewer? Сейчас я вам расскажу об этом. Но вообще по умолчанию я пользуюсь программой Adap Acrobat Pro. Что можно в ней делать? В ней можно просматривать файлы формата PDF, делать закладочки. Вот, к примеру, у меня есть мануал кросса. И у меня я делала закладочки для того, чтобы было удобно с ним работать. Но кроме таких вот простых функций, здесь есть возможность еще и редактировать PDF файлы. Я в парочке уроков показывала несколько функций по редактированию PDF файлов. Но на самом деле здесь очень мощный инструмент есть по редактированию и, кстати, очень интересный. И, кроме того, эту программу Adap Acrobat Pro можно использовать в качестве виртуального принтера. А при помощи виртуального принтера, как вы знаете, можно легко и просто создавать PDF файлы в любой программе. Каким образом это можно сделать? Нужно просто зайти в опцию по печати и вместо обычного принтера поставить программу, которая у вас будет работать как виртуальный принтер. Итак, показываю на примере нашей дорогой, любимой программы Potemiker. Вот у меня есть вот такой перенабор подушки, о которой я совершенно недавно рассказывала на страницах своего сайта. Я хочу получить схему данной подушки в формате PDF. Что я сначала делаю? Вначале я иду в меню файл, кликаю на параметры страницы и настраиваю то, каким образом у меня должна выглядеть моя распечатка в формате PDF. Как красиво распечатать схему, у меня есть урок, в котором я очень подробно все-все рассказала и показала, каким образом это можно делать. После того, как вы настроите вывод на печать, заходим в опции по печати. И здесь, где у нас есть вот такой вот выпадающий список, каким образом можно выводить на печать, вам нужно найти и поставить ту программу, которая у вас будет работать как виртуальный принтер. В данном случае у меня Adapt Acrobat Pro. Виртуальных принтеров достаточно много, вы можете по поиску найти любой бесплатный виртуальный принтер при желании. И после того, как вы это проделаете, я кликаю на кнопочку ОК, и вот у меня формируется файл распечатки в формате PDF. Вот как работает Adapt Acrobat Pro. Появляется вот такое всплывающее окошко, я просто кликаю на опцию по сохранению, и у меня готов файл в формате PDF. Вот так все легко и просто. А теперь обратимся к программе StudyView Viewer. Об этой программе я тоже несколько раз рассказывала на страницах своего сайта. Есть у меня урок, такой небольшой обзорный, за 12-й аж год, которым я рассказывала о очень полезных функциях, которые есть в программе StudyView Viewer. И еще я рассказывала об этой программе в уроке по экспорту файлов формата PDF в графику. Ссылочки на эти уроки я опять-таки дам внизу, либо под видео, либо на своем сайте. Итак, что же удобно делать именно в этой программе? Почему я ее тоже пользуюсь? В этой программе, конечно же, очень удобный просмотр PDF файлов. И не только PDF. Эта программа может просматривать файлы очень многих форматов. Где это можно найти? Это можно найти, если зайти в меню файл, зайти в настройки программы. И здесь сразу открывается окно по общим настройкам. И здесь вы можете увидеть, какие форматы она просматривает. Она просматривает очень многие форматы так называемых электронных книг. То есть в этой программе можно читать книжки электронные в различных форматах, если вам это нужно. Причем можно просматривать одновременно в одном рабочем окне несколько файлов. Вот посмотрите, у меня открыто несколько файлов. Очень удобно. Опять-таки можно делать и закладки, можно делать и пометки. И просматривать вместе с эскизами, вот, например, вот таким вот образом. Можно очень много чего делать. В том числе можно копировать и изображение, и текст. Об этом я рассказывала в самом первом уроке по программе StudyView Viewer. То есть если рассказывать полностью об этой программе, то о ней вообще очень-очень много можно рассказать. И какое же преимущество еще есть у этой программы относительно, например, DAPA Carabat Pro. Она легкая для компьютера. Если DAPA Carabat Pro это тяжелая программа, и когда вы работаете в этой программе на своем компьютере, то компьютер сразу ощущает, например, мой ощущает, что я работаю именно в этой программе. То, что касается StudyView Viewer, то она легкая программа и работает она легче. И к тому же она совершенно бесплатная. Вот мы находимся на странице разработчика. Не только этой программы, но и множество программ совершенно безоплатных. Можете пройти, посмотреть, какие здесь есть программы. И вот если мы кликнем на самую первую опцию по тому, что же можно здесь найти относительно StudyView Viewer, какую информацию. То есть у меня на английском можно прочитать, что же может эта программа. Отсюда вы можете скачать дистрибьютив программы. И здесь есть также портативная версия программы, которую вообще не нужно устанавливать. Портативные версии запускаются, и можно работать без установки на любом компьютере, с какого-нибудь внешнего носителя, допустим, с флешки. Когда я, безусловно, пользуюсь именно этой программой StudyView Viewer, тогда, когда мне нужно файлы формата PDF экспортировать в графику. А в графику мне нужно экспортировать файлы PDF. Если мне, допустим, нужно перенабрать схему в программе PadreMaker. И как это делается, я рассказывала в своем уроке об экспорте схем, графику и формат PDF. В году в 2013, наверное. Почему я пользуюсь именно этой программой, а не пользуюсь тем же самым Adapt Acrobat Pro? В этой программе тоже есть возможность экспорта в график. Если мы зайдем в меню File, кликнем на опцию, либо наведем курсор на опцию Сохранить как другой, здесь есть возможность экспортировать наш файл PDF в изображение. Дело в том, что мне не нравится качество графика, которое получается при использовании именно этой программы. А вот в программе StudyView Viewer получается графика прекрасного качества. И качество этой графики можно регулировать. Единственное, что файл, сам исходный файл PDF, тоже должен быть нормального качества. Кратко повторю, как это можно сделать. У вас есть схемка в формате PDF. Для того, чтобы это сделать, что мне нужно сделать? Мне нужно зайти в меню File. Здесь есть опция «Экспортировать». Я хочу данную мою схему экспортировать как изображение. Итак, я кликаю на эту опцию. Далее я выбираю тип файла. Обычно я выбираю JPEG. Можно еще BMP выбрать. Здесь мне нужно выбрать обязательно разрешение. Какое разрешение брать? Берите разрешение не более 300 точек на дюйм. Большое разрешение не берите. Почему? Потому что программа под имейкер потом может виснуть. Я уже неоднократно об этом говорила. Что если вы возьмете для подушки очень тяжелую графику, то программа будет зависать, либо вести себя неадекватно. Далее нужно выбрать либо все страницы, либо только текущую, либо по номерам. Вот давайте я выберу номера, допустим, со второй по пятой. Далее вам нужно выбрать ту директорию, где вы хотите сохранить вашу конвертируемую графику. И далее вы можете здесь поработать с названием этой самой графики. Я ничего не буду делать. Я просто все уже настроила. Кликаю на ОК. И у меня схема благополучно экспортируется. И перед вами папочка, которую я проэкспортировала мою графику. Вот таким образом все это дело можно сделать. Легко и просто. Ну и еще на чем я хочу акцентировать свое внимание в этом своем уроке по работе с форматом PDF. Если у вас некая схема, авторская схема в формате PDF, и выглядит она именно так, вот, например, вот эта моя схемка, то вы пользуетесь обычным перенабором схем. То есть экспортируете PDF графику, и затем перенабираете вручную. А вот для схем в формате PDF типа GoldenKite, либо Head, существует автоматический метод перенабора схем при помощи программы Virtual Stitch. Итак, что это за программа? Это программа Юлии Кузьменко. Я нахожусь на ее сайте. Здесь есть уроки по работе в этой программе. Здесь можно свободно и спокойно скачать, установить эту программу на свой компьютер. И, кстати, здесь есть множество еще других разработок Юлии Кузьменко. Поэтому вот для тех, кто не знает, рекомендую. И еще не могу не рассказать еще об одной возможности работы с файлами PDF. Это работа с онлайн-сервисами по работе с файлами в формате PDF. Их можно найти очень много. Вот, например, я просто написала в поиске по Яндексу «Онлайн-ПДФ» и кликаю на первую попавшуюся ссылку. И выхожу на этот сервис. И мы здесь можем прочесть все то, что можно сделать онлайн с форматами PDF. А можно сделать много. И если у вас есть хороший доступ в интернет, вы можете пользоваться просто каким-либо сервисом. Кстати, об этих онлайн-сервисах я опять-таки неоднократно рассказывала на страницах своего сайта. И на этом я свой такой общий обзорный урок по работе с файлами PDF «Примительно к рукоделию» заканчиваю. Ссылочки на все те ресурсы, о которых я упоминала в своем уроке, я обязательно оставлю. И на страницах сайта, и в инфобоксе под видео на YouTube. А вот в следующем своем уроке я отвечу на вопрос, который был мне задан одной из моих читательниц на сайте. Каким образом на свою авторскую схему в формате PDF наложить водяной знак. Поэтому до следующих моих уроков. Всего доброго, творческого вдохновения, веселого настроения. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok